ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОТРОЧЕСКИЕ 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 ГОДЫ 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 Такой шашлык будет, язык проглотишь. А, жирный очень, у меня язва. А ты у меня возьми, любая язва пройдет. Сам бы ел, денег не готов. Так, обжар, ты у меня вина отведай. Такого вина сам губернатор Воронцов-Дашков напил. Не пил, потому что не вино у тебя, уксус. А его от меня дай. Эй, возьму, и барашка возьму, и вино возьму. Нам сегодня вещи, а в лабора накормить надо. Что случилось, дорогой? Викичка трябочку замуж выдает. Весь, а в лабора приглашаю. На трепой строит дара, Под горой течет турак. За турой шуми на ворлах, За ворлах, а в лаборах. Бесконечный и беспечный Шум не вечно в нашем лаборах. Бесконечный и беспечный Шум не вечно в нашем лаборах. Поздравляем. Поздравляем, дорогой, все в бесплатно бери. Только хозяину скажи, у кого все брал, ты понимаешь? Слушай, а ком взят? А ком взят? А когда ты наконец женишься? С-с-с-с. Я же тебе сказал, у меня язва. Зачем мне вторая? Слушай, а по чём индейка? Индейку захочешь? Ты сначала за курицу рассчитай. За какую курицу? За, я на прошлой неделе в долг брал. А, помойся Бога. Какая курица? Это же воробучим был. Пока твой галаштанный князь долг отдаст, этот воробушек в такого, как ты, барана превращайся. Иди отсюда, иди отсюда. По чём дыня хозяй? А, мэ, дыню захотел. Захотел. Гнилой баклажан не хочешь? Ну, что говоришь? Иди, иди, пока я свою дыню об твой гнилой арбуз не разбил. Ну, вот ты говорила, всё донут. Ничего сейчас они по-другому заговорят. Эй, Яков! Что-то я забыла, за кого это ваше сон, а замуж выходит. За его князя Вану Пантьяши. И вот ты, коробой, иди отсюда. За того, ваше сон, Вану Пантьяши. Что вы раз кричались? Подумаешь, князь, к нашей соне русский генерал спотался. Что же на за этого генерала замуж не вышло? Военная тайна. Так это ты, хоботос, Сону Микичину сосватыва. Ай да сваха. Ай да молодец! Ай да молодец! Да, вот ты где, негодница. На базар пошла, люди омаховастаться. Смотрите на неё, люди. Она молодую, красивую, богатую сосватала. А ты попробуй, как я, Немолодую, некрасивую и не очень богатую сосватать. Слушай, грамя, ты по мою-то дорогу перебегаешь, а? Ты у кого-то клиентов оббиваешь. Ох, я сейчас тебе все богато выломаю. Я сейчас из неё такой чехахбели сделаю, Что тебя даже в больницу не примут. Ты воровка, чертовка, будешь вечно для тебя. Как не лайся, не ругайся, прямо в рай я попаду. А чтоб тебя в жёлтый взял, Прокожённый, лысый, правой и кривой, Викиму. Ну, а тебя-то даже горбатый, Даже без логи, кто мне возьмёт? Поводите, разнимите, что стоите. Вай-вай-вай. Если женщины берутся, лучше в раку не скрывай. Да нет, не рожён тот. Кто мне заклёт рот? Кто сам мою хану мою, Вдруг спорит на чём? Ты, уродка, ты, селёдка. Ну, пристала ты ко мне. А дочка-трянца-галагранцы, Вам не видите во сне. Снязья и сонну с браком законным Сможешь поздравить завтра сама. Свойствы не будет, слышите? Люди, потом клятся сама. Ханула. Поводите, разнимите, что стоите. Вай-вай-вай. Если женщины берутся, лучше в раку не сбегай. А я, ты, не рождён тот. Кто мне запьнётся в рот? Кто сам мою хану мою, Вдруг спорить начнёт? Уродка! Ты, вон, ты, что пристала? Ты ко мне обручка, Ты ко мне обручка, Ты ко мне обручка, Ты ко мне теперь запьёшь. Если женщины дерутся, Лучше в драку не встревай. Небо не разойдёт, Кто не заходёт? Кто с тобою хану мою хану Сурика шнёт? Акова! Аков! А? А? Где Сона? О, переодевается. Князь приехал. О, бабушка, иди. Помоги стол накрыть по-французски. Сона, ты готова? Платье выбирай! О, есть! Наши предназначения! Где невеста? Переодевается. Переодевается. С утра платье примеряет, Одно не нравится, Другое не нравится, Тебе хочет понравиться. Стоп и вздох, старый козёл. Да. А? Что ты сказал? Орёл, говорю, Ваша святница, Орёл. А сколько и лет, Окол? Шестанцы, как персик спелый, Как лебедь белый. Увидишь, упадёшь. И челюсть выпадет. А? А? Ага. Что ты сказал? А-а-а. Не всякая, говорю, честь выпадет, За такого орла замуж выйти. Да? О, противная рожа. А-а-а-а. Ай-ай-ай. Я опять что-то сказал. Роза, роза. Невеста, как роза. Ну, что же её так долго нет? Где она, охотно? Не торопись, не торопись, Глядь. Жизни никогда не надо торопиться. Кто пешком, а кто в карете С юных лет Все спешат На этом свете На тот свет Бедный богатый Вдовы женатые Всё равно Нам за оградой Встретиться рядом Сужено Наша жизнь Что день весенний Коротка От крестин До погребения Два шага Чем понапрасну Жизнь ежечасно Пора пить Лучше достойно Тихо, спокойно Чачу пить Так что, князь, никогда не надо торопиться И всё же поторопи Невесту, дорогой, сердце От волнения замирает Сужено Ты готова? Готова Вот она Как я рада вас видеть Всегда Рада Молчи Боджу Ламон Моля приятно поражена Рассказы мои Свахи Я представляла вас Сидим Почтенным Станцем И вдруг Такой сюрприз Такой молодой И уже князь Рамон Поджур Да не я, князь Вот, князь Ой, ой, ой Попустайте, господа Садитесь Чего? Тимоте Да, она, кажется Нет, показалось Пашу Да, вы знакомы С нашим окопом Это наш Приказчик И дальний Лодственник Что-то А? А кот, ты хочешь счастья своей, сонное? Хочу! А ты хочешь? Тогда подведи меня к князю, я хочу его поближе осмотреть. О, слушай, что снимать? Ну, ты же сказал, увидит невесту, упадет. Что слабить? Ничего, просто жарко немножко сегодня. Да-да-да, такой малый не было с 1713 года. С какого? О, чем же мне вас развлечь? Ну, я знаю, вы любите руманс? Ну, я знаю, любит. А кот, позови учителя. Кота? Ты что здесь делаешь? Ваша невеста, дядя? Моя? Что? Ученица. Моя самая любимая ученица. Я учил её музыке и танце. Аккомпанимент. В хорошем манере. Я толкну все сердце. Всю душу. Что такое? Что такое? Ты что, не узнаешь меня? Князь! Стоит девушке надеть красивое платье. Сделать красивую прическу, она становится неузнаваемой. Играть романс с учителем. Какой? Какой угодно, хоть травят. Понятно. А фонсель. Что? Какая женщина. Чего ты? Я хочу домой. Я хочу домой. Ай, я опять домой. Ай, я опять торопишься. Или что, тебе наша красотка не понравилась? Красотка, трепая с одного боку, красотка. А ты с другого боку ходи. Что ты говоришь? А посмотри, какие ручки. Какие ножки. Одна нога короче другой. Зато другая длиннее. И потом это заметно только, когда находит. А когда сидит, стоит или лежит, совсем незаметно. А посмотри, какие глазки. Шлепая, шлепая на один нос. О, князь! При таком большом приданном. Может, у меня быть один маленький недостаток. Один маленький недостаток. Не нужно мне вашего приданного. Ноги мои здесь не будет. О, нет, не подожди. Я же не всё тебе показала. Я же не всё тебе показала. Я всё там сам смогу. Учиться, ребята. А вот понадобится. Что-то пока что. По улице я шлялся. Вдруг вижу, ох, в домах я с ней поравнялся. Ай да, Ханума! Ай да, артистка! И откуда она французский выучила? Смаха всё должна уметь. Если мне завтра китайца надо будет женить, я и по-китайски научусь. Ай да, я тебя поцелую. Подожди, подожди, невеста радуется, что старику не достанется. Ты почему радуешься? Ай, что невеста ему останется. Ты что, не видишь, любит он её? А я не вижу. Ай, как ты догадался? Дорогое слово есть такое по-французски. Какое? Интуиция. Помоги. А, дети, мне ещё надо князя на своей гулику женить. А потом я вами займусь. Идите. Ну разве я плохо сделала? Молодой князь на молодой девушке по любви женится. Старый князь. Что ты сказал? О, пардон, пожилой князь. На преданном женится, да ещё в придачу мою гулико получит. Тоже не очень старую, 55 лет. А, ещё вчера 50 было. Ай, ты не спой со мной, а то больше будет. Микки Ильич получит княжеский герб, а я комиссионный. Что вам ещё надо? Ну что нам ещё надо? Выпить и закрутить. Ай, да что вы стоите? К столу прошу. Что здесь происходит? Мало цветов принесла. Коботу сейчас здесь две свадьбы будет. Нет, три. Три почему три? Ну, считай сама сона и кота раз. Князь и моя гулико Махнадзе. Это два. Где? Где она, ласточка? Иди сюда, моя ласточка. Князь, на что она женится? Ай, нет, всё по-моему вышло. Рано ты меня на пенсию перевела. Ай, горе мне, конец не пришёл, если свахова в лабаре. Слушай, что ты так убиваешься, а? Теперь ты главная свахова в лабаре. Если саму хануну сосватала, я за окопа замуж выхожу. Ай! Вот вам и три. Заплати хотя бы комиссионные. Заплати комиссионные. Ай, держи тридцать обозов. Ай, нет, хватит двадцати. Тридцать самой хануне платили. Благодарю. Друзья мои, у нас сегодня необычный день. Три свадьбы сразу. Ай! И всё равно не будем нарушать наших старых обычаев. Сперва выпьем за тех, кто всех нас здесь собрал. Кто всё это нарисовал. Кто, ну... Кто музыку написал. И за того, кто всё это придумал. За хану! Ай! ПЕСНЯ 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 подвергался беспрерывным, частным изменениям. Мы прислушивались и к зрителю, и к тем замечаниям, и к критике, которая была высказана в адрес нашего спектакля. И он находится в беспрерывной корректировке. И для того, чтобы вот эта сторона работы театра была точна, для того, чтобы мы по-настоящему реагировали как радар на восприятие зрительного зала, мне потому и казалось важным, чтобы все, что происходит по ту сторону рампы для нас, в партере, в ложах, в зрительной части зрительного зала, должно быть по-настоящему и глубоко изучено, и театру бы это весьма помогло. Вот эту булочку я сейчас нашел возле буфета. Кто-то обронил ее и не поднял. Хлеб, испеченный сегодня. Вот вы, девушка. Вы часто произносите «хочу есть». И хлеб для вас самое доступное, самое дешевое. За мелкую монету свежую булочку. Это совершенно естественно. Но здесь вокруг вас сидят и те, кто хорошо помнит, какова истинная цена хлеба. Ни рубль, ни сотни рублей. Сама жизнь. Многие могли бы сейчас сидеть вместе с нами, если бы вовремя для них нашелся кусок хлеба. Его не было. Нет их в живых. Булочка. Она напомнила мне, а впрочем не только она. Мне давно хотелось рассказать одну историю из своей жизни. А сейчас появилась необходимость. Потребность, что ли. Почему это время так волнует меня? Почему мучает потребность вернуться к тем военным дням? Вероятное ощущение того, что не только для меня одного это важно. А может быть, я ошибаюсь. Усудить не мне. Что-то ушло из памяти. Что-то особенно ярко и близко даже сегодня. Мне было тогда столько же лет, сколько вам сейчас, девушка. На болотистом берегу речонки Пелеговки мне перебило осколком ногу. Я выполз. А 48 человек нашей роты осталось лежать. После госпиталя я был отправлен домой. Стал секретарем райкома комсомола и сразу же был включен в бригаду уполномоченных. И вот я в Нижней Ечме. Дорогая, не могу. Дорогая, не могу. Дорогая, не могу. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 24 октября. Бойцы и офицеры Красной Армии, вторгшиеся на территорию гитлеровской Германии, показывают примеры героизма и военного мастерства. Прорвав мощную полосу обороны немцев вдоль границы Восточной Пруссии, наши войска вышли ко второму поясу обороны. Советские войска прорвали и вторую укрепленную линию немцев. В боях на территории Восточной Пруссии противник несет исключительно большие потери. А это я. Таким я был тогда. Мне сейчас самому трудно в это поверить, но пакт остается папкой. Вот этот молодой человек, почти мальчишка, проживал мою юность. Далекую мою юность. Посмотри на меня. Думал ли ты, что станешь таким? Нет. Не нравлюсь? Нравлюсь. Чем же? Тем, что стар. Тебе нравится видеть себя стариком? Дожить до старости не самое ли большое счастье? Ах да, ты ведь только что из окопов. Я просыпался утром в окопе и никогда не знал, доживу ли до вечера. А тут вон до каких лет. Тебе лет 45, не меньше. Мне за 50. Да ну. Здорово. Ты же совсем старик. И без палочки. Буду жить? Буду. Жить. Буду. Тебе пора на совещание. Совещание? А, так совещание же закончилось. Командировки, мандаты выписывают, подписывают. Распределяют нас по сельсовету. Я пойду. Иди. Мы как-то село заняли. Ворвались, глядим на площади Виселица. Каратели бабу повесили за связь с партизанами, что ли. Смотрим детишки в сторонке. Девочка тощенькая, лет 10. И мальчонка. Ну, это ты совсем заморыш. Лет 5. Ватник рваный на плечах. Рукава до земли и ноги. Босые, красные, как гусиные лапы. Стоят они рядом. Смотрят и не шелохнутся. Кто такие? Хотели прогнать? Не для детишек картина. Оказывается, дети этой. Да. Казнённой. Редком. Бледные, тихие. И без слёз. Такое горе, что и у детей слёз не хватает. И вот тогда меня впервые ударило. До этого я, как все, хотел до конца войны дожить. Жениться хотел. Детишек иметь. Зарабатывать, как все. И тут вот подвиселись. Перед сиротами. Понял вдруг. Жена ласковая. Обеды на скатёрке. Детишки умытые. А помнить-то вот эти. Чем лучше у меня жизнь устроится, тем, наверное, чаще в душу мне будет влезать мальчишка в ватнике. Рукава до земли. Если уж жить случится, так делай что-то для таких. Для тех, кто в сиротство попал. Что-то. Что-то. А что? Что? Если б знать жизни ради этого, пожалуйста, с радостью хоть сию минуту умру. Лишь бы люди после меня улыбаться стали. А когда дёшев я. Даже своей смертью не куплю улыбок. Вот так. Бабы. Родные вы мои. Знаю, голодные. Да что ты, мил человек. Дома масляных блинов наесть. Да обожди, Манька, не хвались. Поверь ты шо. Ой, Любушке, он может накормить нас хочет. Сейчас скатерть раскидет. Нет. Матери вы мои, не могу я вас накормить. Ни вас, ни детишек ваших. Рад бы, да нету. В страшное время живём. Война. Только и горевать-то, бабы. Нам сейчас не ко времени. Уж просто потому, что живы мы. Стон-то ведь который год по всей стране стоит. Только давайте, бабы, пораскинем мозгами. Подумаем о будущем. Война откончается. Каждый день теперь нашу беду уносит. Мир-то вот-вот. Он же стучится, баба. Он же близко. Ой, не говори, Любой. Не верится. Врёте. Верится. Каждая сейчас верит, что войне конец. Только ещё немного, бабоньки. Ну, милая, ну, ещё чуточку. Да уж представьте себе, это ж последняя осень. Без хлеба. А раз так, бабы, да нам ли унывать? На крохах дотянем, на карачках доползём. Да мы-то семижильные, а вот у Гитлера тяну-ка лопает. Ну, хватит болтать, бабы. Нас дело ждёт. Поговорили, что хлебушка наели. Доброе слово, душу гордим. Бабы, скройся, балься. Бабы, скройся, балься. Дорогая, куда ты едешь? Дорогая, на войну Начали! Заводи грамотан! Ну, держись, бабы! Заволю! Дорогая, на войну Вспомним военных баб Рваных, усохших, морщинистых Кормленных силосными лепешками Баб, давно переставших быть бабами И страдавшихся над некормленными детьми Выплакавших слезы над похоронками Переставших быть бабами Они потеряли Сестрами Любящими женами Бабы! Будет еще у вас в доме пахнуть печеным хлебом Вырастут ваши дети здоровы Кому-то из вас вернутся мужья Кому-то даже молодость Даже красота Василий Шукшин был учеником Михаила Рома Он очень любил своего учителя И одну мысль о театре он ему врушил По его словам Очень крепко Это неверие в театр И вдруг в последние годы С Шукшиным произошло какое-то Серьезное изменение в этой проблеме Он вдруг заинтересовался театром И мы горды тем, что эта заинтересованность Шла через наш театр Многие артисты нашего театра Интересовали его как исполнителей ролей в его фильмах И образовался контакт Образовалась связь Приезжая выбирать артистов Он смотрел наши спектакли И мы замечали, как рос в нем интерес Не только уже к нашему театру А к театру в целом Вот почему мы особенно горды тем Что в результате вот этого этапа его жизни Он пришел к театральной драматургии И поэтому, вероятно, не случайно Он отдал свой первый драматический опыт Драматургический опыт Большому драматическому театру Театру имени Горького И это была пьеса Энергичные люди Жил-был на свете Аристарт Петрович Кузькин И жила-была его жена Вера Сергеевна Впрочем, почему жили Они и теперь живут И наш сегодняшний спектакль Есть рассказ про их жизнь Про то, какая случилась с ними и с их друзьями Непредвиденная и, я бы сказал, очень печальная история Обоим им под пятьдесят Конкретные, жилистые люди Вере Сергеевне около сорока Ну хорошо, около сорока У Аристарха Петровича интеллигентная плешь Он большой демагог Не лишен чистолюбия Вера Сергеевна тоже демагог Вера Сергеевна тоже демагог Но нет того мастерства Изящества, как у Аристарха Петровича Она из простых Да, она из простой семьи Но тоже очень чистолюбива и обидчива Он и она из торговой сети Он даже что-то вроде заведующего, что ли А она продавщица ювелирного магазина Сапфир Итак, перед вами их трехкомнатная квартира И все было бы хорошо, но... Эй... А это но много уже рассуждали, да? Но! Аристархушка крепко пил Пил собака Изобретательно Однажды в субботу вечером Аристарх назвал гостей Пять человек Но мы их будем называть так, как обозначены они у вас в программках Чернявый это чернявый Брюхатый, естественно, брюхатый Курносый это курносый А лысый это лысый А человек с простым лицом Для краткости Простой человек Надо сказать, что он задал театру очень сложную задачу Он, по сути говоря, написал сценический фильетон Я чувствовал, что когда он сам, кстати, великолепно читал это произведение нашей труппи И когда артисты заливались от смеха Я понимал, что достичь этого эффекта И этого, этой реакции в зрительном зале будет совсем непросто Найти природу исполнения сатирического фильетона Задача более чем сложная И надо сказать, что эти мои опасения подтвердились В процессе репетиции мы мучительно искали Этот адекватный, так сказать, характер исполнения Вот той предложенной литературе Шукшины Не нам судить о том, насколько это нам удалось Но, надо сказать, что Шукшин был еще и поразительный зритель Вы знаете, он был такой высокий зритель Что он не стеснялся реагировать на собственный юмор Когда он получал его обратно от актера Я, наблюдая за выражениями его лица, точно понимал, что получилось и что не получилось Он был очень чуток в этом смысле Будучи полон какого-то огромного серьеза Он был колоссально, как бы вам сказать, непосредственен До детского восприятия доходила его реакция Когда он смотрел репетиции А потом я столкнулся с ним как с артистом Мне пришла в голову мысль, что те ремарки Которые были написаны и которые не звучали в пьесе Надо непременно обнажить И прием спектакля позволял это сделать Я попросил его записать собственные авторские ремарки на пленку И вот мы стали с ним работать уже как режиссер с артистом Я думал, что это работа на два часа Записать эти ремарки Мы сидели с ним часов шесть И это происходило не потому, что у него не получалось А потому, что он каждый раз прослушивая пленку Все время был неудовлетворен тем, что задача, которая ему ставилась Ему казалась не до конца и не до конца точно выполненной И чувствуя эту его самопридирчивость Я не мог не пойти ему навстречу Ему увлеклись настолько, что не заметили, как протекло это время И радость от встречи с этим большим художником Которого мы так безвременно потеряли И потеряли эту надежду дальнейшего поиска с ним в области театра Она, к сожалению, ушла Но остался спектакль, остался его голос И это, к сожалению, единственное, что нас сегодня утешает После его ухода А Вера Сергеевна в это время Смотрите-ка, выключила телевизор Достала бумагу Ручку И что-то стала писать Да, но ведь в театре можно услышать, что она пишет Уважаемый товарищ прокурор В то время, когда все наши люди Занимаются производительностью труда Есть отдельные элементы Которые хотят только есть и пить И занимаются этим каждый день Вы меня спросите, на какие деньги Я вам отвечу Они занимаются спекуляцией Я уже не могу слышать их пьяные голоса Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела А потом курлыкают по всей ночи Или изображают из себя пассажиров Вот сейчас, когда я пишу вам это заявление Они танцуют летку-енку А в коридоре лежат покрышки для Волги М-24 В количестве пять штук Откуда они, а? Так что, я думаю, товарищ прокурор При вашей помощи Они станцуют более ответственный танец И поедут пассажирами на казенный счет Я им об этом намекнула Они мой намек не поняли Понял только мой муж, Аристарх Но он думает, что я только пугаю А я не пугаю У меня же всякое терпение мое лопнуло Мы перестали уважать друг друга Потому что, как мне кажется Он импровизирует не только с покрышками Но и с чужими женщинами С уважением, В.С. Кузькина Утро Аристархушка проснулся с больной головой Потянулся к столу Где был всегда заготовлен стакан с водой Стакан стоял на месте А под стаканом Копия Уважаемый товарищ прокурор В то время Когда все наши люди занимаются Занимаются спекуляцией Ах ты Ну Ах ты Ах ты Плевей Где мои брюки Ты это что? Что? Ты это куда? Туда Куда это туда? Куда это туда? Ударить хочешь? Ударь Получишь лишних три года Вера Верочка Сядь Сядь Давай сядем Давай сядем Ну сядь Сядь же ты Скотина Ты эдакая Ой, прости Вырвалась Вырвалась Верочка Я умоляю тебя Сядь От этого ничего не изменится Сядь Ну В чем дело? Что случилось? Мне надоело Мне надоело Ваша пьяная Самодеятельность Ну, ну, ну Я тебе не служанка Ну, ну, при чем тут служанка? При чем тут служанка? Ну, повеселились Пошутили Что? Шутить нельзя, да? Шутить? А? Шутить С кем ты позавчера Шутил? У тебя весь пиджак В пудре С кем? Это я В автобусе прислонился В автобусе А вот эту записку Ты тоже В автобусе нашел? Аристар Голубь А не пора ли нам Бросить этот официоз И мирно, полюбовно Встретиться где-нибудь В укромном уголке? Это деловое письмо Дай сюда А? Шиш Развратник Спекулянт Это я покажу Это мужчина писал Дура Мой однокурсник Однокурсник? А почему же подпись? Соня? Псевдоним Да, мы его на курсе Так дразнили Он любил много спать Любил много спать? А почему твоя Соня? Блебейка Что я тебе должен Утонченному стилю обучать? Если люди шутят То шутят до конца Если он подписался с Соня То он последовательно писал Твоя Твоя это значит твой Твой Соня, да? Слушай, врезать что ли тебе? Я ведь врежу Попробуй Так тебе лет восемь дадут А так одиннадцать Ну чего ты взбесилась Да чего ты взбесилась Да все тут написано Да, ну и куда ты теперь? Прокурором А сегодня выходной Почтовый ящик брошу Вера, умоляю Вера Спекулянт Я спекулянт? Спекулянт Я ворую у государства деньги Воруешь у государства деньги Снимай все с себя Снимай, снимай Все, что на тебя Это куплено на ворованные деньги Чего ты напялила? Чего напялила? Пожалуйста На, ворю На, спекулянт Все снимай Твоего здесь ничего нет Пожалуйста Я голая в прокурору Иди голая в прокурору О, паразит Чумичка ты лет Плебейка Плебейка Чумичка ты лет Плебейка Спекулянт Ой, чёрт О, чёрт О, чёрт Двадцать Двадцать Семь Восемнадцать Семёныч Срочно ко мне Иди, ты знаешь Слушай сюда Слушай сюда Моя швабра Записку в карман положил Я не знал А я знаю Нет Нет, нет Это из-за вальки, наверное Да Ну, давай Давай Чумичка 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 Чёрт Чёрт Что у нас Плебейка Плебейка Чёрт 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 Ой Ой, покрышки 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 Чёрт Чёрт Плебейка Погоди Куда мне Куда мне Эти покрышки Покрышки Паразит что ли Павел. Ой. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Одевайся. Одевайся, Леонидович. Давай, знаешь, спокойно поговорим. Звучит песня. Ты считаешь, что наше государство такое глупое, да? Я об этом не писала. Нечего мне тут. Сейчас я тебе прочту курс экономики. Курс? Да. Чтобы ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьёз занимается экономикой, прекрасно знают, что воруют. Всякое развитое общество живёт инициативой энергичных людей. Но так как у нас равенство, то мне официально не могут зарплату платить в три раза больше, чем, например, вот этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Чем же мне возместить за мою инициативу, за мою энергию? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда всё есть. Я умею работать. Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Вот. Потому что все знают, что я украду. Вот. То есть, то есть, те деньги, которые, ну, грубо говоря, я украл, взял. Взял. Это мои. Это мои премиальные. Это мне дают по негласному экономическому закону. А сколько тебе дадут по гласному закону? Дура! Дура! Прости. Вырвалась. Ну, вот сбила меня. Эх, так. На чём я остановился? Значит, в негласному экономическому закону. Потом я сказал, дура. Ага, вспомнил всё. Ты думаешь, что меня посадят, да? Посадят, это значит, я там должен канавы рыть? А у меня голова. Голова! И прокурор твой это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью. И моя голова здесь нужна, а не канавы рыть. Пойдём-ка со мной. Пойдём. Куда? Пойдём-пойдём. Пойдём. Ну, пойдём. Пойдём. Вот они, эти самые покрышки. Лежат? Лежат. Ты можешь их пощупать, потрогать. Они есть. Есть? Есть. Но их нету. Их нет. Их ещё не сделали на заводе. Они не существуют, но они есть. Вот они, пять штук. Лежат друг на друге. Вот это и называется экономический феномен. Вот попробуй это сделать без специальной подготовки. Без головы. Попробуй. Как только прокурор обнаружит эти покрышки, которых никто никогда не делал, он же сразу поймёт, с кем он умеет делать. И ты останешься с носом. Ну, конечно, тебя поблагодарят. Наговорят тебе там разных слов. А мне, я так думаю, предложат повышение. Пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей. Ну, где их набрать? Ну, нету их. Нету. Ну, кончил он там свой вузишек. Ну, с дипломом. А дальше что? Что дальше? Ну, будет тянуть на 80%. Что, я не знаю, да? Так что ты со своим заявлением поторопилась, Верунчик, поторопилась. Сэн. Опа вы, я вижу, умники. В гробу я вас видел с вашими теориями, с вашим опытом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я, может быть, не такой энергичный, как вот эти вот там про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. Я немножко внимательнее. Я же вижу, вы же скучаете. Вы же скучаете, но вы же красивая, Вера Сергеевна. Как же вы можете скучать? Это же нельзя! Это нельзя! Ты слушайте меня внимательно. Я не знаю, чего там у них было у вашего аристарха с Сонькой, но какие-то движения он делал. Делал? Делал! По-моему, она тоже хотела его обаять. Хотела? Хотела, а я не ручаюсь, дошло у них там до этого или нет, но движение он делал. В ресторане несколько раз сидели. Паразит! Паразит! Сегодня он вас оскорбил, Вера Сергеевна. Ну, вот теперь так. Вы только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво. Я к тому говорю, что я конкретный. Я очень деловой человек. И все деловые тайны умирают вместе со мной. Давайте наставим ему рога. А сидеть я все равно не буду, ясно? Вот пусть твой аристарх садится, если хочет, а я сидеть не желаю. И все, вот так. Слушай, Сергеевна, чего это я хотел спросить-то? Да, слушай, на кого эта квартира записана-то? Как-то, как на кого? Ну, кто ответственный квартиросъемщик? Он-аристар. Он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чего? А ты куда? Как куда-никуда? Слушай, ну она-то оперативная. Кто? Ну, кто-кто? Квартира кто? Ну, да? С конфискацией всего имущества. О! Что? Ты чего? Ничего. Он же не к Марии Ивановне в карман залез. Он к государству в карман залез. Ну, и что? Что? С конфискацией всего имущества. У них, знаешь, теория одна. С конфискацией всего имущества. А я куда же? Так я и зашёл спросить, а ты куда же? Ну? Нет такого закона. Да есть такой закон. Нет. Ну, Коренева посадили с конфискацией всего имущества. Коломейцева посадили с конфискацией всего имущества. Причём тут Коренев какой-то, Коломейцев. А я чё, на улице, что ли? Ну, там угол где-нибудь снимать. Здрасте. Прощайте. Мама, роди меня обратно. Рубля государственного не возьму. Не будет она тебя рожать. Она и за тот-то раз раскаивается. Вот куда завела нас эта нетипичная история про Аристарха Петровича. Про его жену, Веру Сергеевну. И про их друзей. Но это ещё не всё. Антракт. Антракт. Спектакль Мольер по пьесе Булгакова мы поставили в 1973 году, в то время, когда весь мир отмечал 300-летие со дня рождения Жана Батиста Мольера. Мольер – особая фигура для актёров и для зрителей. Дело в том, что тот Мольеровский театр, те традиции, которые он создал, в общем, до сих пор питают с живой, современный театр во всех странах мира. И поэтому Булгаковская пьеса – прекрасная пьеса, которая затрагивает очень много проблем. Но главное, которое волновало нас – это тема театра. Театр рассказывает о театре. Театр и жизнь. Превращение жизни в театр и театра в жизнь. А так как эта пьеса весьма драматична, то и в смерть. Мы позволили себе ввести в ткань булгаковской пьесы три отрывка из подлинных Мольеровских пьес. И даже один из них идёт в подлиннике на французском языке, в той мере, в какой мы им владеем. Это «Летающий лекарь», очень ранний фарс Мольера, «Версальский экспромт», весьма редко исполняемый на советской сцене. И отрывок из «Тартюфа». «Летающий лекарь», грубый, фарс, циркового такого направления. Мы хотели показать в данном случае Мольера не балетного направления, более известного публике, более привычного, а показать циркового, буфонного, трюкового Мольера. Мы пользовались пощёчинами, ударами ногой под зад, падениями, кульбитами, стоянием на голове. Вот мы вам сейчас покажем несколько трюков, несколько кусочков, связанных с пантомимами и довольно такими грубыми переплетениями простонародного фарса. Если ты представишься доктором, я дам тебе три пистоля. Причём здесь четыре пистоля? Зачем вы говорите о деньгах? О, Боже! Дело не в шести пистолях, я просто для этого не гожусь. Семь! Причём здесь девять пистолей? Доктором никогда. Десять! Десять пистолей. В конце концов, я так же хорошо могу уморить больного, как любой врач в городе. Кем я должен представиться? Доктора! Проклятый слух! Я сперва не расслышал, берусь. Выдайте мне докторское одеяние и пропуск, то есть десять пистолей. Ваш покорный слуга, господин доктор. Ваш покорный слуга, господин доктор. Кем я должен быть в фактически сенситивной, вегетабельной, эммиф, 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 эммиф. Минерал. Минерал. Я в восторге от этого. Я не секрет, в партику, я не секрет, эмммм, 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 салам алейкум. А ну-ка разденьтесь до пояса снизу. Ой, это не он болен, это его дочь. А, а, а! А потом сюжет перемещается в другую плоскость, и сама ткань меняется. Мольеровский, буйный, жизнерадостный такой темперамент переходит в булгаковскую мягкость. Мы хотели показать самый труд актеров. Мы хотели объединить в наших зрителях, которые сидят в нашем зрительном зале, два ощущения, что они сегодняшние зрители, и вместе с тем попытаться сделать их зрителями того времени, 300 лет назад в театре Поли-Рояль, как бы они воспринимали мольеровский спектакль. Многое из того, что мы делаем в спектакле, можно было бы назвать сниманием масок, обнажением, выявлением сути. И отчасти внешним образом это выражается в том, что снимаются парики. Вот как я сейчас перед вами сижу в парике, правда сделанном современными мастерами и в современной манере, но напоминающий мольеровский парик. Многие персонажи в этих париках ходят при дворе и потом снимают их и остаются в своих современных прическах, потому что не в этом дело. Потому что мы рассказываем словами Булгакова о мольере, а не остаемся в пределах мольеровского театра, то, с чего мы начинаем спектакль. Переходим в рассказ о мольере. Переходим в мольере. Переходим в мольере. Скорее король обзади. Вышел. Пресвятая дева, пресвятая дева, пресвятая дева. Шляпай. Открывай суставку! Муза, муза моя, о, лукавая талия, Всякий вечер, услышав твой крик, При свечах в поле рояля Надеваю с гонореля парик. Поклонившись по чину пониже, Надо платит партер тридцать су. Я, о, сир, для забавы Парижа Околесину часто несу. Но сегодня, о, муза комедии, Ты на помощь ко мне спеши. Ах, легко ли, легко ли в интермедии Солнце Франции мне смешить? Много сюжетных линий в спектакле, Так же, как и в пьесе. Это король, обаятельный, притягательный, И все-таки тиран. Это архиепископ, Мрачная сила, Переплетение, их борьба, Этих двух людей, в которые Мольер оказался песчинкой, Сломала его, Но вместе с тем он прожил свою жизнь, Жизнь, полную Сценических трудов. Переплетение, Переплетение, Одна из самых лирических и горьких линий этой пьесы Это линия Арманды Бежар Поздней, последней любви Мольера Его жены Жены, которая по разным версиям Была очень верной по другим версиям, как Натали Пушкина была Не очень верной Во всяком случае в пьесе Булгакова она изменится Приемный сын Мольера Муарон, великолепный актер, которого он воспитал Которому он дал свое понимание театра и искусства И сделал его выдающимся человеком Именно он оказался соблазнителем У Булгакова все это очень горько Но вся горечь идет все время Все-таки именно по-булгаковски Через иронию и с великолепным изяществом Которое мы старались передать и мизансценами И способом подачи текста Весной в лесах летает Бог Как строен стан Амур-герой Несет колчан, грозит стрелой Богиня Венера послала любовь Прильни мой любовник Вспени мою кровь Негодяй Мама Пойдем к тебе в комнату Нет Девой причистой клянусь Ты самый опасный человек в Париже Булгаков Булгаков в своей пьесе изображает Мольера В сгустке человеческих противоречий В какой-то великолепной смеси духовного и плотского Возвышенного и вполне земного Нам хотелось следовать Булгакову И в финале спектакля мы не видим признанного Хотя бы кругом своих почитателей гения А видим человека с воспаленным воображением Человека, которому изменил приемный сын Которому изменила жена Который много раз пережил предательство близких ему людей И все-таки ему никогда не изменил театр И вот эту тему труппы Мольера Его ближайшего окружения Немногочисленных актеров, которые прошли с ним Весь жизненный путь Нам хотелось нести как тему именно актерского братства Спаянности, художественного какого-то единения И человеческой близости Золотой господин де Мольер Бутон Пошел вон, знаю 20 лет я с вами и слышу только эту фразу Или еще молчи, Бутон Мэтр, я знаю, вы любите меня И во имя любви этой молю вас, колено преклонено Не доигрывайте спектакль Бегите, карета готова Чего ты взял, что я тебя люблю? Ты болтун Меня никто не любит Все меня раздражают Все за мной гонятся И вышло распоряжение архиепископа Не хоронить меня на кладбище Стало быть, все будут лежать в ограде А я околею за оградой Так я заявляю, что мне плевать на это Я на все плюю! Но все мне враги! Побойтесь Бога Мэтр Мы Как играть? Как играть в таком состоянии? Одноглазый в театре А? Где Муарон? Врача смать надо! На сцене он меня не сможет тратить? Нельзя больше затягивать антракт Или играть Хочет играть, что делать? Играть Молодец Храбрая ты моя старуха Иди сюда Я тебя поцелую Она понимает Она понимает, что нельзя начать последний спектакль и не кончить его Веришь ли, 12 лет я с тобой играю И никогда я тебя не видел одетой Тогда ты голая Эх, Жан Батист Король тебя простит Он? Да Вы меня будете слушать? Буду, а их не буду Сейчас же, после вашей последней фразы Мы спустим вас в люк Спрячем у меня в уборный А на рассвете вы покинете Париж Согласны? Согласен Тогда начинаем 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 И вот финал По-прежнему театр Выходят актеры на поклон Это и наши актеры Нашего театра Которые кланяются уже после спектакля И это все еще актеры Мольеровской труппы Их немного Они протягивают друг другу руки Но середина Пустота Не хватает Мольера Того, кто их объединял Если бы меня спросили Чего мы хотим от зрителей Какой оценки ждем Я бы сказал Так Мы хотели бы, чтобы зритель ощутил не только потерю Что вот на их глазах прошла жизнь человека Но еще ощутили, что они были свидетелями Действительно Великой Жизни В десять часов вечера Господин Демольер Исполняя роль органа Упал на сцене И тут же без покаяния Был похищен неумолимой смертью Что же явилось причиной этого? Что, как записать? Причиной этого Явилась немилость короля И черная кабала Так я и запишу Сегодня на нашем спектакле Мольер Присутствовал французский режиссер Господин Шалос Это особый зритель И нам очень было бы интересно узнать Его впечатление о нашем спектакле Миша Шалос, тоже интересует ваша опиньон Что вы видели сегодня? Без ужин 보�аке В нем очень, очень рада Без вернулась Ваши приспособление Это еберт И Ulкакова Беземся Великой И прежний Зачем Я очень много Я очень рада Проводил Оргакова Проводил Проводил которые остаются в гармонии с временем. И, наконец, у меня очень большая благодарность Булгакову. Это для меня настоящий счастье. Декор также очень интересен мне. Лучки, вся сценография была очень важна. Спасибо большое. Ну, мистер Шарос говорит очень лестно и для нас вещи. Он говорит, что он был счастлив быть на сегодняшнем спектакле, что он хорошо знает творчество Булгакова и эту вещь в особенности. И ему было в высшей степени приятно все, что он сегодня видел, и исполнение артистическое, и постановку нашего режиссера и главного исполнителя о роли Мольера в этом спектакле. И сценография, все было в соответствии с эпохой, с эпохой, с его точки зрения, и стилистически. Поэтому этот отзыв весьма для нас приятен, лестен, и мы сердечно благодарим вас. В контактах зрительного зала и сцены, на мой взгляд, имеет огромное значение та конкретная деталь, которая начинает будировать воображение, когда эта деталь апеллирует к личному опыту зрителя. И с этого момента начинается активный творческий процесс. Если этой связи не образуется, и зритель не находит своего, узнаваемого в том, что он смотрит, возникает сакраментальное «так не бывает», «так не может быть». то есть он начинает рассуждать вместо того, чтобы быть активно вовлеченным в ту предлагаемую жизнь, которая перед ним возникает. И вот появление этой точной, узнаваемой детали, которая заставляет фонтанировать воображение зрительское, мне представляется очень важным в работе театра в связях сценического со зрителем. Здравствуйте. Накладка у нас. Извините. В театре всякое бывает. Вообще, вы не рассматривайте сегодняшний спектакль как законченную работу. Не относитесь, как закончена работа, достойная нашего театра. Вы отнеситесь к ней, как к репетиции. Ну и генеральной, черновой, очень черновой. Мы находимся в редакции, в редакции газеты. Газета называется «Феклиа». Это по-румынски, по-русски «Факел». Вот там вот находится кабинет нашего главного редактора, нашего шефа Кристиною. Тут работаю я. Но вы уже догадались, что я герой положительный? Да? Иначе мне бы и не доверили такого непосредственного общения с публикой, с вами. Правда, кое-какие мои друзья в театре говорят, что если у меня и есть обаяние, то оно отрицательное. Но, к счастью, руководство думает по-другому. Зовут меня Китлару по пьесе. Вообще, это стоит запомнить. Продолжение следует. Да, 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 нет, да, возможно, исключено Туркульца и Бижонару ко мне. Да, возможно, исключено. Доброе утро. Останитесь. Вот что, друзья мои, я хочу задать вам один единственный вопрос. Вы что? Вы что? Вы хотите, чтобы я принял решительные меры? Я их приму. Приму. Но имейте в виду, вы меня к этому вынудили. Почему, товарищ главный редактор? Как это, почему, товарищ Туркульец? Как это, почему? Нет, ну подожди, подожди, Туркульец. Сейчас нам всё объяснят. Почему, товарищ главный редактор? А вы не знаете. А то, что я один, это вы знаете? Что у меня нет заместителя, это вам известно? Что некого назначить, это вы знаете? Товарищ, сколько времени прошло с тех пор, как я просил вас представить мне проект по сокращению штата? Напомните? Это было в среду. Во вторник у меня записано. И вы обещали, вы обещали, через три дня будет у меня на столе. Хорошо, сказал я тогда, хорошо. Даю вам четыре, четыре. В пятницу вы заверили, что работаете. В понедельник, та же история. В среду прошла неделя. Неделя. Вы заверили, что в пятницу будет всё у меня на столе. Где, товарищ? Где, где? В пятницу у вас не было в редакторе. Хорошо, но я был в субботу. Наконец, сегодня понедельник. А проекта нет. То есть, речь идёт об экономии. Об экономии. О проблеме чрезвычайно важной. Государственной. Вот именно ради чего я пожертвовал университетской карьеры? Для того, чтобы поднять на должную высоту газеты. Не вынуждайте меня, товарищи, прибегать вот к решительным меркам. Прошу вас, не вынуждайте. Где ваше предложение? Лично у меня всё готово. Слушай, у меня ничего нет. Это очень тонкий вопрос, товарищ главный. А иначе зачем бы я обращался к вам, товарищ Туркуляц? Слава богу, вы ответственный секретарь редакции. Много лет работаете. У вас знания, у вас опыт, практика. Вы прекрасно ориентируетесь. Как же вот вы? И вы тоже, между прочим, хорошо ориентируетесь. Вот как же вы сориентируетесь? Кого вы предлагаете? Это сократить? Пять. Что пять? У меня пока только цифры. Товарищи, сколько надо вас учить, что у нас за каждой цифрой стоит живой человек. Живой человек. Мне нужны фамилии, а не цифры. Фамилии, давайте. Ну, нет, ну, нет. Товарищи, с кем я работаю? С кем я работаю? Это я уйду. Я подам заявление, меня примут и я уйду. Я бы сейчас был под... Это же невозможно. Это катастрофа. Вы уйдёте из редакции. Лучше уйдём мы. Кто это мы? Кто это мы? Опять не конкретно. Ну, хорошо, товарищи, хорошо. Вот из отдела внутренней жизни. Кого вы предлагаете сократить? С этим отделом очень сложно, товарищ главный редактор. Почему сложно? Ну, товарищ Туркулец, на свете нет ничего сложного. Стоит только захотеть. Захотеть. Давайте. Ну, если из отдела внутренней жизни. И конкретно. Да. Сократим Китлару. Китлару. Только Китлару. О, кандидатура подходящая. О, подходящая. Почему именно Китлару? Могут возникнуть разговоры. Какие же, товарищ Туркулец? Например, что его сокращают за критику. За критику? Да. А то, что он болтает в коридорах о нашем главном редакторе, разве это можно назвать критикой? Не надо. Не надо. Я не люблю сплетни. Прости. Разговоры я и не люблю. Товарищ Туркулец, я не злопамятен. Больше того, он мне даже симпатичен. Симпатичен. Но я не могу, товарищ Туркулец, покрывать своим именем непригодных к работе людей. Что он про меня там болтает? Он говорит, что вы тянете газету в болото, что вы режете все острые материалы, и что у вас нет никаких способностей к журналистике. Не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Прости. Не увлекайтесь. То, что он болтает, это его личное дело. У нас сейчас все болтают. А вот то, что он болтается в коридорах во время работы, это уже общественно. Правильно. Правильно. Вот я заведующий редакцией. С утра запираюсь в кабинете и никого не принимаю. У него вечно двери настишь, ходят, кулят. Бездельник твой, Китлара. Почему это бездельник? Он отличный журналист. Он работает со всей корреспонденцией, поступающей в редакцию от читателей. Все. Все. Я ухожу. Я пожертвовал университетской карьерой для товара, чтобы поднять на долгие... Позвоню в университет. Почему, товарищ главный? Да потому, что товарищ Туркулец покрывает и защищает этого самого Китлару. Не могу. Не могу вот на своем горгу тянуть непригодных к работе людей. Не могу. Туркулец, можете вы мне ответить, что сделал этот ваш Китлару за последние шесть месяцев? Повторяю, он прекрасный журналист. А последний филит он от зажимы критики на целый подвал. Подвал. Если бы наш главный редактор не прошелся по этому подвалу рукой мастера, разве эта заметочка увидела бы свет? Нет, я читал и удивлялся. Ну, как у него это выходит? Вот из такой вот, и вот такой вот. Не увлекайтесь. Хорошо. Не увлекайтесь, товарищ Меженар. Зачем тратить время на комплименты сейчас, когда дорога каждая минута, каждая минута. Подумайте, товарищи, подумайте. Речь идет об экономии. Об экономии. О проблеме чрезвычайно важной. Государственной. Ради чего я пожертвовал университетской... Вы, товарищи, вот подумайте, речь идет о деньгах. О проблеме чрезвычайно важной. Это вопрос, товарищи, сознательного отношения к делу. Государство прилагает огромные усилия. Огромные усилия. Результаты грандиозные. Страна вышла на международную арену во всех областях. Мы обязаны сделать все, чтобы не ударить эти вот... Лицом... Стол. Нет, в грязь. В грязь. Вот вчера я был... Нет, в воскресенье я был на строительстве гидростанции Арджерсти. Вы были там, товарищи? Нет. Нет, а вам следовало бы побывать. Я потрясен. Хотите, я поеду с вами еще раз? Хотите? Я потрясен был. Я был потрясен. Да. Возможно. Исключено. Итак, вопрос с Китлорой решен. Решен. Уволить. С какой формулировкой? Отсутствие инициативы статья 7-6. Как же можно увольнять человека с такой... Остальные кандидатуры продумайте сами. Но будьте, товарищи, справедливы и беспристрастны. Помните, что за каждой цифрой стоит живой человек. Так что увольняйте. Увольняйте. Но не по слухам, а по деловым качествам. По деловым качествам. Так вы говорите, что проект сокращения штатов готов, да? Готов. Ну что ж. В 12.00 принесёте мне на подпись. В 11.30 пришлите ко мне этого самого Китлору. Я сам с ним поговорю. Конечно. Конечно. Разговор будет малоприятный. Ну уж и этот вопрос я возьму на себя. Да. Товарищи. Возможно. Не исключено. Не исключено. Я могу повторить всё, что говорил о нём в коридорах. Да, он тянет газету в болото, демагог, пустозвон. В его речах столько воды, что на ней с успехом могла бы работать та самая гидростанция, на которую он всех приглашает. Наши слова, наши понятия, наше оружие, он и подобные ему превращают в свою противоположность. Откуда вот такое берётся? Откуда? А может быть всё дело в кресле? Наверное, в кресле. В свой кабинет. В твое кресло. За него же двумя руками держаться надо. Руки-то и заняты. Чем работает? Головой? Она тоже занята. Единственной мыслью, как бы кто другой в это кресло не сел. Вот я ей сказал всё, что я думаю. А чего бояться? Ну чего бояться? Всё равно ведь меня увольняют. И несмотря на это, обычная жизнь редакции шла своим чередом. Шла. Шла. Да. 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 Нет. Да. Возможно. Возможно. Исключено. Исключено. Садитесь. Да, я постою. Садитесь. Да, я постою. Я вас вызвал вот по какому поводу. Попросите ко мне, товарища Бежинару. Минуточку. Нам надо с вами поговорить кое о чём. Будьте уверены, что это мне в достаточной степени тяжело. Очень тяжело. Я бы предпочёл вызвать вас в чём дело. У телефона начальник управления печати, товарищ Паскилою. По прямому. Да. Конечно. Он как раз у меня. Конечно. Конечно. Паскилою. Меня? Да. Да, это я. Не могу. Старик, не могу. Не могу я тебе. Разве от тебя можно отделаться? Ну, тогда... Ну, давай тогда точно. Только уж. Ну, в восемь. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Ну, сейчас, сейчас. Ну, сейчас, сейчас. Мне тоже очень и очень тяжело. Ну, знаете, нет людей. Садитесь. 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 Чашечку кофе. Коньяк. Коньяк и чашечку кофе. Нет, мне стакан воды. Минеральной. 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 О чём я с вами говорил? Минеральной. Да. Воды, наверное. Да, минеральной. О здоровье. О здоровье. Как вы себя чувствуете? Ну, ничего. У вас ведь, кажется, было что-то с печенью, да? Ну, да. Да? Ой, смотрите. О, смотрите. Вы знаете, не играйте с огнём. Не играйте с огнём. Можно забыть всё, что угодно, только не о здоровье. Только не о здоровье. Нет, выглядите вы прекрасно. Нет, нет, прекрасно. Нет, лучше, лучше, чем в прошлом году. Лучше можно. В прошлом году меня волновал ваш вид. Я даже говорил, товарищи Бежнаровым, что-то мне не нравится вид, товарищи Китларов. Смотрите, второго Китлару нам не найти. Второго Китлару нам не найти. Я говорю, у вас. Вам коньяк лучше не пить, как нет. Минеральный. Минеральный. Ну, пересотку. А о чём я с вами говорил? Не найти. Да, не найти. Что не найти? Второго Китлару. А, да, да, да. Нет людей. Нет людей. Вы знаете, не на кого опереться. Вот не на кого опереться. Туркулец, по-моему, в полном маразме. Нет, он не в полном. Не в полном? Не в полном. Он не в полном. Да. Он способный человек. Он способный. Способный. Он устарел. Вы знаете, безнадежно устарел. Безнадежно. Могу привести пример. Ну, вы, конечно, в курсе политики за экономией. Да, в курсе. Эта проблема чрезвычайно важна. Государственная. Вот именно. Месяц, месяц, как прошло. Туркульца и Бежина. Подготовить мне проект по сокращению штатов. Всё готово. Я принёс. Ничего. Ничего. И ничего. Вот, вот, видите, только уволит. Кто тебя просил? Кто тебя просил? Это вопрос тонкий. Вот здесь. Где он? Здесь. Тонкий вопрос. Но его нужно решать. Нужно решать. Где Туркулец? Где Туркулец? О чём я с вами говорил? Где Туркулец? Да. Где-то... А вы... Нет людей? Ну, нет людей. Не на кого. Вы знаете, не на кого опереться. Кроме вас... Ай! Ой! Ну, на ногу прямо. У нас на самый... Давай. Дави мне. Да не надо. Дави. Ну зачем? Я прошу тебя. Да ну не надо. Ну, давай. А! Ой! А! Вы что? Что? Вы ждёте, что вас будут встречать духовым оркестром? Так вот, духового оркестра не будет. Не будет! Нет, 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 вот так, вот, 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 вот. Да нет. Вот так вот, да. Товарищи, вчера я был у начальства. Я снова ставил вопрос о заместителе. Выдвини, говорит, кого-нибудь у себя из редакции. Прекрасно, говорит, раз вы меня доверяете, я... Выдвину? Да, выдвину. И вот что, товарищ, я решил. И думаю, что решил правильно. Абсолютно. Товарищ Китлору, будьте моим заместителем. Я? Да. Вы, 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 вы человек образованный, компетентный. У вас знание, у вас опыт, практика. Прекрасно ориентируетесь, прекрасно ориентируетесь. Вы знаете меня, я знаю вас. Да, ну а если я, так сказать, не соответствую, что ли? Что это? Вырастите. 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 Да. Товарищи... Это... Да. Угу. Угу. Возможно. Исключено. Угу. Итак, я заместитель главного редактора. Но теперь, когда пьеса дошла до этого места, до этого момента, критики, мастера своего дела, сразу обнаружат в ней слабое место. Это глубокий пробел, который делает пьеса, извините, чрезвычайно уязвимой. Значит, если я герой положительный, я должен сказать честно шефу, что звонил не начальник управления печати, товарищ Паскеллою, а мой друг Паскалиде. Но пьеса тогда сразу и кончится. Ну, это странно. Когда персонажи ведут себя так, как хотят критики, мастера своего дела, что-то пьесы исчерпывают себя к середине первого акта. Ну, а если я попытаюсь извлечь выгоду из этой ситуации, значит, я становлюсь явно героем отрицательным. Ну, что делать? Принести себя в жертву? Пусть я буду героем отрицательным, зато спектакль может продолжаться. А я приду положительным действием. Да? Итак, жизнь в редакции шла своим чередом. Если театральный организм претендует быть истинно художественным, то коллектив в целом, творческий ансамбль, он как бы представляет собой некую художественную индивидуальность в целом. И как всякая художественная индивидуальность, у такого организма непременно должен быть свой диапазон его художественных возможностей. Всеядность, мне кажется, первый признак дилетантизма. А с другой стороны, этот диапазон должен быть все время развиваем. Он должен, коллектив должен стремиться максимально расширять границы своих возможностей в пределах присущего ему. Мне представляется это очень важным. Поэтому в нашем репертуаре может быть открыта публицистическая комедия, общественное мнение или политическая публицистика, где сталкиваются больше позиции, чем существует психология, скажем так, как это происходит в протоколе одного заседания. Естественно, что это нельзя представить себе в чистом виде. Везде присутствует и психология, и обнаженная мысль. Я говорю о том, что превалирует. И психологическая драма, в которой не может не быть публицистических элементов, именно так задумывала своих мещан Горький. И в чем, мне кажется, причина того, что столь долго и столь успешно, можно сказать, существуют в нашем репертуаре горьковские мещане. Потому что, мне кажется, что нам удалось нащупать ту всесветную проблематику мещанства с признаками историческими времени, с присущему времени знаками. Но проблематика сегодняшняя, проблематика актуальная, и хотя мещанство рядится сегодня в другие одежды, сущность Горьким открыта философски, глубоко, и именно эту проблему мы стремились раскрыть в этом классическом произведении. Мне кажется, что это актуальность проблемы плюс сегодняшние выразительные средства и создали, так сказать, вот эту репутацию нашему спектаклю. Лягут на глазницы пятаки Поздно будет век селиться муха, собственно, все равно я имею в виду, если он был моим миром, что оно вам сказал, и второе, ила HeBuild. И шампань, мадам, сетро-жоли! Эй, Матье! Эй! Сколько звёзд в ночной веке! Ай, спасёшь их всех! Всю та жизнь мы во грехе Довели в грехе Всю та жизнь мы во грехе Довели в грехе Браво, браво! Этот русский шансон, grand charmant Христос просил людей А мы ведь только люди И то, что в солнечах Не пожалеет нас Ах, да, без мать Без муки Бравка слава И сам! Ну-ну-ну... Ах, Матье, Матье! Я тебе честно скажу Я твой цирк Не люблю Грязно там и холодно Я тебя люблю Я тебя люблю Когда ты выходишь на манеж Я с тобою перестаю владеть Матье! Прошу тебя Скажи мне своё самое заветное желание Умоля! Тогда я скажу тебе Твоё самое заветное желание Ой-ой-ой Ай-ой-ой-ё-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Да-ой-ой! Бега! Матье бого! Матье бого! Шампань! 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 Столы заезд, господа! Участники, фавориты нынешнего сезона, рысаки, атласны и бычок, конечно, бестонинова Ейкова. И в последний день четырех заездов на прошлой неделе рысак по кличке Амброфов. Катюшке наш уважаемого гостя из Англии, мистера Вилкинстоуна. Ты из-за кого? Отласны. Ха-ха! Вышел! Ротовый извозчик! Это было самое радостное для меня событие. А вслед за ним и самое большое мое несчастье. Музыка! Ваш пёс-пёс чудо, князь! Сколько вы за него хотите? Но я буду твайп покупать! Я предлагаю вам... Ладно, князь! Поздравляю! Три тысячи сейчас! Остальные три! Причлю вам завтрак обед! Семь тысяч сейчас! Девять тысяч, князь! За вас может я предлагаю девять тысяч! Девять тысяч, три тысячи сейчас! Остальные десять! Пишлю вам завтрак ужин! Я восторг, ваша лошадь! Князю! Женя Садяков, подойдите, зубы посмотрите ему! Я буду покупать! Да, очень часто переходите за Блудовского! Я восторг, князь! Я восторг, ваша лошадь! Я буду покупать, ваша лошадь! Я пятна, скотый, садь! Я буду покупать, ваша лошадь! Нет, господа! Это не лошадь! Это... Друг! Горы золота не возьму! Клуб, господа! Сыгаром! И на целую ночь! В спектакле «Протокол одного заседания» мы очень много искали, бились над тем, как создать атмосферу начала собрания. Вот как происходит переключение ритма работы, повседневной жизни, и вот они все приходят в партийный комитет. Еще остался шлейф предыдущей суеты, забот. Кто-то еще договаривает по телефону последние дела свои, кто-то уже настраивается на лад той темы, которую предстоит обсудить. Но вот эти секунды, когда еще собрание не началось, когда еще люди собираются, они должны быть узнаваемы для каждого человека. Вот именно вот эти детали, которые связывают меня с тем, что происходит, апеллируют к моему личному опыту. Вот именно эту деталь я имел в виду, когда говорил о связи и контакте, с которого начинается сценическое действие, сценическое зрелище. Привет. Нет никого? Добрый день. Добрый день, Лев Алексеевич. Здравствуйте, Лев Алексеевич. Отвечайтесь. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Привет. Привет, Лев Алексеевич. Привет, Григорьевич. Я позвоню. Пожалуйста. Здравствуйте, Григорий Иванович. О, Боже мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Алло, это Григорий Иванович говорит. Там где-то в коридоре с Сашенькой у нас болтается. Пожалуйста, позовите его. Вы можете. Позвольте. 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 Алло. Алло, Сашенька. Как ты быстро? О, молодец. Саша, молодая. Слушай, Сашенька, зайди ко мне в кабинет. У меня там внизу, влево в ящике. Приветствую вас, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, там лежат наряды. Да-да. Посмотри, пожалуйста, номера. Нет, быстрее только. А управляющий-то будет сегодня? Должен быть. Будет, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша Николаевич. Молодец, быстренько. Вот так. Давай, давай. Подожди, подожди, подожди. Здорово. Да нет, Саша, Саша, подожди. Нет, нет, нет. Ой, да ты, Игорь, как маленький. Ну, сказано, срочное заседание. Ну, как все, так и ты. Нет, подожди, послушай, Саша, зайди к дежурному по станции и проследи, чтоб не составляли акты по свой вагонах, понял? Я уже здесь. Какие кирпичи? Да что, с ними с кирпичами мы завтра начнем. Я же тебе говорю, у меня срочное заседание партнер. Глеб Алексеевич, отпустите с партком. Это ж экзамен, это не шутка. Если меня там не будет, они растеряются, они сдадут. Ай, прекрати. Сейчас все подойдут, послушаем Потапова, и все, ты свободен. Ну, ты полчаса можешь спокойно посидеть? А он? Ну, хорошо, хорошо. Давай, Артем. Уйди, уйди, уйди. Так, ура. Так. А сколько куда? Да вы поймите, Лев Алексеевич, такой день. Они же девчонки совсем. Как сварщицы еще совсем неопытные, ученицы. Если меня там не будет, они растеряются, не сдадут. Вот так надо. Наоборот, брось, брось, Левчина. Надо, растеряются. Ты же их так подготовил, без себя сдадут. В прошлом году вся твоя группа как сдала? Вот как сдала. А эти что, хуже? Да они как сварщицы еще совсем неопытные, ученицы. А там 13 членов комиссии. Товарищи, можно ли, Мишка, потише? Извините, потише. Можно ли, Мишка, не надо радовать? Ну, Лев, Алексеевич. Ну, да. Ты и так там будешь через полчаса? Да, там через 7 минут все начинается. Мне же с самого начала надо быть. Да нет, Заша, сегодня не успеем. Здесь под ком часа надо быть. Обязательно зайти к дежурному постанции. Просадите на что-то простое. Да, и подари ей шоколадку от моего имени, ладно? Да. Но только не забудь. Все, Лев Алексеевич, отпустите. Вот так надо. Этого никогда мне в жизни не простят. Всем надо. Да не с тобой же говорю. Хорошо. Ее вон с крана сорвали. Меня с бригады. Сочувствую тебя. Ну, ну, Лев Алексеевич, я вообще не понимаю. На черта мы здесь торчим. Молодец. Хорошо. Смех один. Портком целого треста пошел на поводу у бригады Потапова. Не обращай внимания. Да. А мы скоро вообще докатимся. Уборщица веник потеряет, а мы портком будем собирать по этому поводу. Ну, ну, ну. Да, это я не тебе, конечно. Если нет, простое не надо дарить шоколадку. Да, да, да. Это же естественно. А как там с цементом загрузили? Ну, молодцы. Хорошо, хорошо. Ладно. Ну, обсудим потом это все дело. Да, хорошо. Ну что ж, товарищ Потапов, расскажите, пожалуйста, что у вас там в бригаде стряслось? А у нас в бригаде на днях, Лев Алексеевич, произошла научно-техническая революция, небольшая. О. Так. И выразилась она, значит, в том, что ваша бригада отказалась от премии? Всякая революция от чего-нибудь отказывается. Иначе какая же это будет революция? Воловство одно. Что ж, вы понимаете, целых три дня такую важную новость от нас скрывали. Тактический ход, Павел Емельянович. Да. Вы же, как руководитель, знаете, мало родить хорошую идею. Надо ее еще преподнести, верно? Разболтаешь, потом сам себя не узнаешь. Пришел бы я сюда, вы уже все знаете, все обсудили, все решили. Неинтересно? Если бы в жизни не было тайн, Павел Емельянович, люди давно бы со скуки поумирали. Потапов, ты давай ближе к делу, на порткоме сидишь. А ты, Комков, не подгоняй. Портком не ипподром, куда скачешь? Товарищ Потапов, расскажите, пожалуйста, коротко и ясно, почему ваша бригада отказалась от премии? А потому, Лев Алексеевич, что эта замечательная премия бьет рабочего по карману. Невыгодно получать там эту премию. Ну вот это уже интересно. Да, только пока непонятно. Да, это ты, друг, чего-то подзагнул. Как это невыгодно. Объясняю. Вот наглядный пример. Встань. Ты знаешь, сколько этот Толя Жариков третий разряд бетонщика потерял за год на простоях? Толя, скажи. Четыре сотни. А премию сколько тебе начислили? Полста. Ага, понял, какой баланс получается. На что ему такая премия? Садись. Вы ему сначала дадите четыре сотни заработать, а потом сверх них накиньте премию. Вот тогда это будет другое дело. Тогда это будет премия. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Простой и премия. Ничего не понял. Ну, потерял на простоях, так почему же премии не взять? Пятьдесят рублей уже не деньги, что ли? Помешают? То-то и оно. Премия ведь как её понимать-то надо? Как оценку? Нам же она дадена за третье место по соцсоревнованию. Выходит, нам оценку дали. Отлично или, скажем, хорошо, и получается. Кладёт он эту премию в карман, значит, он с этой оценкой согласен, признаёт её. А что он признаёт-то? С чем согласен? С простоями? С тем, что четыре сотни потерял? Товарищ бригадир, премия дана тресту за перевыполнение плана. Премию надо связывать с планом, а вы сюда простой суёте. Ну, надо разбираться немножко. Всё-таки бригадир... Давайте разберёмся, Иса Сулейманович. Что такое премия? Премия, это, между прочим, деньги, которые даются человеку сверх его основного заработка. Верно? Допустим. Ага, так вот у вас оклад. Для вас-то премия премия, а для него нет. Потому что он сдельщик. У него бетона нет, он в прогаре. Ещё что-то нет, он в прогаре. Для него это простое, как вычет из зарплаты. Не доработал, не дозаработал. Он же из-за простое в 400 рублей не добрал до основного заработка. Какая же это для него премия? Для него это подачка. И насмешка. Если хотите знать. Пожалуйста. Я могу нарисовать одну недельку нашей работы. Нарисовать? Нарисовать, Иса Сулейманович? Рисуйте, рисуйте. Говорите, говорите. Хорошо. А возьмём хотя бы прошлую неделю. В понедельник бригада простояла полсмены без бетона. Во вторник бригада простояла полсмены без бетона. В среду бригада простояла полсмены без бетона. А почему? Почему? Цемент на стройке есть, щебёнки навалом, песку навалом. А мы вот без бетона сидим. Почему? Почему? Очевидно, потому что мощности бетонного завода ещё не соответствуют нашим потребностям. Так вы мне скажите, Потапов, тебе завтра бетона не будет. Я же другим делом займусь. Но мне же этого не говорят. Заявки-то мои принимают. Говорят, жди, будет бетон. И все три дня так, Павел Эмельянович. Это что, объективная причина неуполнения плана? Берём четверг. Толя, когда я двери искал? В четверг или в пятницу? В четверг. Ага, вот, четверг. Надо было мне поставить три двери. Заявку подал, написал по форме. Какие двери, сколько дверей, куда привезти, жду. А дверей нету. Звоню. А мы, говорят, не собираемся вам двери везти. Я говорю, как так? Я же заявку-то подал. Ну и что заявка? А мы вообще двери не возим. Надо, поезжай, сам и ищи свои двери. Еду. А что делать? Есть у меня два ПТУшника. Одного взял и поехали. Приехали. Павел Емельянович, вы давно были на складе столярки? Это не имеет значения. А вы поинтересовались бы. Очень любопытный склад. Там порядок, как после Куликовской битвы. Полдня с этим мальчишкой сколько искали эти три двери. И я их нашёл, они там были. Это что? Тоже объективная причина невыполнения плана. Берём пятницу. Вообще, обхохочешься. Сделали мы один фундамент в компрессорной. Постарались, отлично сделали. Вот, Зюбин, свидетель. Приходит представитель заказчика. Братцы, говорит, вы же не тот фундамент сделали. Я говорю, как не тот? Чертёж волоку смотри. Тютелька ведь в тютельку. А он да что, говорит, вы, братцы? Мы вашему тресту давным-давно другой чертёж выдали. Тут же будет импортная машина стоять. Фундамент этот не пойдёт. Звоним в техотдел. Был новый чертёжный фундамент такой-то? Да подождите, говорит, поглядим. Поглядели. Да, такой чертёж у нас имеется. Завтра пришлём. Три месяца, Павел Емельянович. Не могли переправить чертёж из треста на участок. А теперь вот суббота и воскресенье. Выходные дни, между прочим. Будем отборьми молотками долбить. Собственными руками уничтожать собственный труд. Наташа, позвоните в техотдел. Пусть Осетров свяжется со мной. Я в порткоме. А убыток какой? Фундамент это щёнку стоит. Кто за него заплатит? Вы из своего кармана не положите, верно, Павел Емельянович? Справедливо. Ага, не скажете бухгалтеру. Я плохо руковожу, так денег-то мне не давайте. Товарищ бригадир, вы знаете что? Вы всё-таки думаете, прежде чем говорить. Павел Емельянович за ваш счёт не наживается. Он не капиталист. Да что не капиталист? Может, нам за то, что не капиталист, а медали нужно выдавать? Да? Ордена? Премии? Не капиталист. Между прочим, Роман Кириллович, то, что капиталист награбил, рано или поздно рабочий класс у него заберёт. А вот этот фундамент, который мы будем отборными молотками долбить, уже никогда никому не достанется. А ведь у меня, товарищи члены порткома, у меня половина бригады пацаны моложе этого. Их же надо как-то воспитывать, правда? Прививать уважение к ремеслу. А на чём прививать-то? На таких вот примерах? Потапов, ты хоть знаешь, какой у тебя главный недостаток в бригаде? Не знаю. Так я тебе скажу. У тебя в бригаде никудышный бригадир. А ты молчи. Телохранитель. Что значит, тебе не дали бетона? А ну пусть попробуют мне бетона не дать. Один раз попробовали. Я вышел в ночь, а бетона нет. Так я тогда сел в самосвал и к директору бетонного завода на квартиру. Организовал ему подъёмчик в три часа ночи. Посадил в машину и на завод. И бетон был. И до сих пор есть. А чтобы я пошёл на склад двери искать, извините. Нет дверей. Телеграмму в райком партии. Сижу без дела. Бригадир Комков. И двери будут на сто лет вперёд. Ты плохо руководишь бригадой Потапов. Не умеешь? Так ты так и скажи. Найдут замену. На каком основании вы утверждаете, что у Треста не было объективных причин для изменения плана? Видите ли, ему двери не привезли. Ну и что? Вы же обвиняете Треста в том, что он подложным путём выбил себе премию. Он же поэтому отказался от премии. Это совершенно очевидно. В знак протеста в таком случае шли бы прямо к прокурору, если здесь жулики. Как можно говорить о делах организации, огромной организации, насчитывающей три тысячи человек, делать далеко идущие выводы, будучи совершенно некомпетентным в экономике? И не имея за душой элементарного представления, что в этом Тресте происходит, в какой он живёт обстановке, что у него есть, чего у него нет. Я не понимаю. Вот ты знаешь, Лев Алексеевич, о чём я сейчас подумал. Ведь скоро наступит такое время, когда никто не захочет садиться, так сказать, в руководящее кресло. Ну, Павел Евгеньевич, по-моему, вы преувеличиваете. Не знаю, не знаю. Может, преувеличиваю, а может, преуменьшаю. Но я сейчас бы с величайшим удовольствием поменялся вот с ним местами. И чтобы не он, а я встал и сказал, у меня есть одно предложение. Премию вернуть, переуполнение плана зачеркнуть. А вот управляющего трестом, товарища Потапова, перечеркнуть. Я очень хочу оказаться в положении человека, который может выйти и так сказать. Я никогда не был в таком положении. В 45-м вернулся с фронта, мне было 23 года. Год на заводе, 4 в институте, и всё. В то время от времени кто-то поднимался и говорил, Батарцева надо перечеркнуть. Я всегда был виноват. Я тот, который виноват. Я хочу предложить, товарищи, вашему вниманию проект решения, который одновременно является и моей точкой зрения по затронутым здесь очень серьёзным вопросам. Значит так, предлагается следующее постановление. Первое. Партийный комитет полностью одобряет принципиальные действия коммуниста товарища Потапова и возглавляемой им бригады. Второе. Партийный комитет обязывает управляющего трестом Батарцева ознакомить руководство главка с расчётами бригады Потапова и на основании этих расчётов поставить вопрос о ликвидации ранее внесённой в годовой план треста ничем не оправданной корректировки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нельзя этого делать. Ну нельзя же этого делать, товарищи. Нельзя же заниматься самоубийством. Я ещё вот что хочу подчеркнуть, что необоснованной корректировкой плана мы исказили самую суть социалистического соревнования. Какое же это соревнование Иса Сулейман, если оно зависит не от реальных результатов, а от манипуляций с цифрами. Третье. Партийный комитет предупреждает управляющего трестом Батарцева о принципиальной недопустимости некомплексного пуска комбината. Значит, по-вашему, лучше вообще пуск сорвать? Да, я считаю, что лучше. Для государства лучше пустить комбинат несколько позже, но зато в абсолютно качественном и законченном виде. Конечно. Конечно, за срыв срока кто-то поплатится. Ну и по всей вероятности это будем мы с вами, Павел Емельянович. Но это не может служить для нас оправданием. Вот вы сейчас говорили, что вас три года назад заставили начать стройку не по-человечески. Не было одного, не было второго, не было третьего. Да, всё так, не было. Но сейчас вы же, Павел Емельянович, пробивая идею усечённого пуска, заставляете тем самым директора будущего комбината начинать точно так же, как три года тому назад начинали вы. У него тоже не будет одного, второго, третьего. И тоже будет руками разводить. Я, мол, не виноват. Объективные причины. А эти объективные причины не с неба падают, Павел Емельянович. Они рождаются безответственностью. Так зачем же, спрашивается это дело? Во имя чего? Ведь этот комбинат наш не только теперь, пока мы его строим. Когда мы его сдадим, он тоже будет нашим. Я себе не мыслю. Здесь вот, в стенах партийного комитета иного взгляда на эти вещи. Мы всегда стараемся прислушаться к тому, что происходит в зрительном зале. Так сказать, тональность звучания спектакля в зрителе. Мы, конечно, всегда рады бурной реакции, мы рады аплодисментам, как всякий артист не может не ощущать радости, успеха, приема. Но самым главным нам все-таки кажется, та молчаливая работа мыслей и чувств зрителя, которая часто выражается в замерзшем зале, в молчаливой паузе, иногда вздохе, шепоте. Все вот эти проявления, они измеряются сейчас нами, так сказать, на глазок, как измеряли воду до изобретения термоментра. Необходимо, вероятно, и усилия социологов, и психологов, и людей науки, которые бы занялись научным подходом к тому, что такое восприятие зрительного зала. Это весьма важный, решающий, наверное, фактор в жизни всякого театра, и изучать это, вероятно, нужно все глубже, все тоньше и все интенсивнее.